Когда идет речь о наблюдательном рисовании, то, на мой взгляд, в нем больше наблюдения, чем собственное рисование. Если я нарисую линию и спрошу вас, что это за угол, то вы вряд ли ответите, потому что у вас нет всех нужных данных. Нужно добавить горизонтальную или вертикальную линию, чтобы оценить угол. Я добавил горизонтальную линию. Теперь можно уверенно сказать, что это угол в 30 градусов или около того. Вы, скорее всего, даже не представляете, как часто вы смотрите на линию и визуально оцениваете ее. Представим, что это лист бумаги. Вот первая линия, которую я нарисую. Мне нужно нарисовать параллелепипед. Отталкиваться я буду от моей первой линии. Может случиться так, что первая линия расположена неверно. И если еще раз нарисовать объект, окажется, что она должна быть более плоской. Ее нужно было расположить вот так. В этом случае все следующие линии тоже будут отличаться от первого варианта, как и весь объект. Он немного сместится по сравнению с первым. То есть одна неправильная линия и неверный угол привели к тому, что и все остальные измерения тоже оказались ошибочными. Как вы видите, визуальное измерение крайне важно. Как избежать ошибок и правильно провести визуальную оценку? Используйте карандаш. Используйте карандаш. Вот небольшая диаграмма того, что вам нужно сделать. Возьмите в руки карандаш, вытяните руку на полную длину и затем поднимите карандаш, образовав вертикальную линию. Затем вам нужно посмотреть на объект за карандашом. Так вы сможете сравнить угол. Если вам нужно сравнить горизонтальную линию, то достаточно повернуть карандаш на 90 градусов. Итак, вы держите карандаш вертикально и видите объект. Если мне нужно нарисовать верхний угол телефона, мне есть с чем его сравнить. Левый край листа бумаги параллелен моему карандашу. Поэтому мне нужно, чтобы верхняя сторона телефона была параллельна вот этой линии. Видите? Они параллельны. Как только у меня будет один правильный угол, нарисовать оставшуюся часть телефона будет гораздо легче. Теперь я повернул карандаш на бок. Так гораздо легче измерить нижний угол коробки. Она будет примерно вот такой. Остальные углы примерно параллельны этим двум. Теперь я могу приступить к созданию формы, тщательно проверяя значение углов. Ясно, что вертикальные линии коробки будут параллельны вертикальным линиям на листке бумаги. Так мой рисунок становится более точным. Если вы сомневаетесь в том, какой перед вами угол, воспользуйтесь карандашом для сравнения и измерения. Если, к примеру, нижний угол рисунка неправильно изображен, то мне достаточно использовать для сравнения карандаш и нужным образом исправить рисунок. Ваша домашняя работа на этот раз очень проста. Вам нужно нарисовать 20 телефонов или других прямоугольных объектов. У меня телефон похож на кирпич, поэтому мне очень удобно его рисовать. Вам нужно нарисовать эти объекты в формате 2 к 3 дюймов, приблизительно 5 к 7,5 сантиметрам. То есть вам нужно достать линейку, разметить на странице прямоугольники со сторонами 5 к 7,5 сантиметров и постараться вписать в них модели телефонов. В качестве примера я разместил на экране несколько моделей, на которые вы можете опираться. Эта работа достаточно кропотлива. Не нужно прорисовывать детали, но важно научиться внимательно смотреть на объект и правильно рассчитывать углы. Вы, наверное, думаете, ну не имею ничего против измерения углов, но это рутинная работа. В том-то и суть домашнего задания. Вам нужно научиться измерять углы, не задумываясь. Вам сразу станет ясно, хорошо у вас идут дела или нет. Ничего сложного нет. И вот мой совет тем, кто сейчас сидит перед монитором и думает, ну у меня-то проблем не будет, я это сто раз делал. Карандаш в руки и за работу. Я сам повторяю это упражнение раз в пару месяцев, и каждый раз у меня выходит хуже, чем я надеялся. Измерение углов у наблюдаемых объектов это не так просто, как кажется. Вам потребуется много практики. Я желаю вам удачи и не забывайте 20 телефонов!